Практически завершение выступления, наверное, даже это хорошо, потому что оно в какой-то степени подрезумирует, ну, какой-нибудь приток, может быть, привести. Во-первых, начав свое выступление, я хотела бы выставить свою коллегу, это преподаватель строительной академии, здравостроитель Алина Ливенцева. Вот, если можно, мы выступаем вместе, я попрошу ее тоже передать. Да, конечно, конечно, спасибо. Вот, у нас такое выступление, как бы парное, разбитое на две части. Ну, кое-кто знает этот проект, кто-то в нем участвовал, и я расскажу, что он начался достаточно давно, и поскольку я преподаю в лес технической академии, и очень давно занимаюсь зелеными зонами, поэтому, как бы, первые стоки были как раз непосредственно оттуда. Узнать, сколько у нас зеленых зон, как они работают, из чего состоят, чисто научный подход здесь имел место быть. И очень долго я изучала, так, фору, парков, как они устроены и так далее. Чуть позже, когда у меня появился ребенок, и возникла проблема, как же с ним погулять, кроме своего двора. Есть такая замечательная штука, как велосипед. Я думаю, отлично, я возьму велосипед и пойду с ребенком гулять. Когда мы объехали близлежащие дворы, возникла идея, что, ну, неплохо бы еще куда-то поехать. И вот, живой, значит, рядом с парком Алые паруса, и возникла проблема, что от парка Алые паруса до парка авиастроителей на велосипеде я доехать не могу. Не могу, просто с ребенком не могу. Допустим, если я взрослый человек, перепрыгивает в велосипеде через бордюры, но даже в какой-то степени забавно. Если они не высокие, это, ну, как-то даже весело. Но если у тебя ребенок, и посчитав в один день, что я должна 80 раз спуститься с велосипеда, перетащить через бордюр, нас с ним, сесть заново и ехать дальше, конечно, я тут задумалась, что как теперь все вот эти свои изыскания, связанные с зелеными зонами. Так же, как и во всех городах России, в Воронеже, там был градостроительный комитет, комитет по архитектуре, служба дорожного хозяйства и так далее. Но все это работало приблизительно так же, как сейчас работают в Воронеже. Все те же высокие бордюры, все нужные, не решено. Мы сами вынесены, о чем мы сегодня говорили, это вынесены на территорию тротуара какие-то кафе или торговые площадки и невозможность как-то существовать. При том, что Санкт-Петербург это город, ну, вторая Генеция, да, город на каналах, поэтому там большое количество мостов, и для тротуаров фактически не хватает места. Так вот, ландшафтная стратегия, которую она предложила, она объединяла как раз между собой парки автомобильными и дорожными переходами. С учетом того, что Питер это культурная столица, то необходимо было сохранить и как бы сделать акцент именно на архитектурно-полнировочном решении. С учетом ландшафтного подхода. Послушав интересную стратегию и поняв, что она у них работает, я подумала, они попробуют ли как-то разработать некую такую концепцию, которая бы существовала у нас. Ну и теперь, вот что у нас как бы получилось. Нужно начать с первого слайда. Здесь видно не очень хорошо, но я с собой вот принесла буклетики, вот они рядом с Алиной сейчас лежат. Их, с ними можно ознакомиться подробнее. То есть, что мы сделали? Здесь вот, как бы, какими-то, сейчас плохо видно, но вот этими вот деляльненькие пятнышки, вот эти вот все, которые позначены в городе, это все парки, скверы и как бы зеленые зоны. Всего у нас участвовало в обследовании 262 объекта. Ну, в принципе, достаточно много, с учетом того, чтобы не затрагивали крупные лесные массивы, там, лесничество и так далее, которые входят в территорию городского окна. Мы их отметили, поняли, что их достаточно много, что у нас город достаточно зеленый, но как их связать в единый каркас, в единую концепцию? Массивы являются ядрами каркаса, а связующие звенья, ну, например, это долины рек, это зеленые лесополосы, они являются коридорами связи. Экологический каркас придуман в экологии для того, чтобы, как бы, позволить перемещаться веществу энергии из одного объекта в другой. Поскольку город это в некотором роде замкнутая среда, то в экологическом каркасе мы не можем говорить. Мы здесь говорим о... Поэтому практически в нашем случае не отличаются крупные лесные массивы, они являются частью большего экологического каркаса. Ну, это вот такая чисто научная ремарочка. Вот. А дальше, вот, на данном слайде и лучше видно, вот, в тех раздаточных, скажем, буклетах, как же построен реквиационный каркас. И вот на этом этапе я хочу передать слово Алине, потому что это человек, который разобрал все по косточкам и разложил, и, как бы, расскажет подробно, что еще состоит и как это будет работать. Здравствуйте. Всех рады видеть. Работает, работает. С чего бы хотелось в первую очередь начать, что я была настолько приятно и удивлена, что сегодня прозвучали слова «система», «системный подход» и «проблемы транспортной институтуры». Потому что, в первую очередь, создавая реквиационный каркас, мы с Ольгой сталкивались с проблемами организации транспортного движения и организации пересадочных узлов. Ну и, собственно говоря, хотелось бы осветить небольшую предысторию, как зародилась наша работа, как все началось. Когда-то я начала писать диссертацию, посвященную городостроительным узлам и формированию транспортного каркаса городской среды. Собственно, меня обнаружила Ольга и предложила, как эквивалентный вариант, и как продолжение моей научной работы составить рекреационный каркас среды. То есть, два проекта пересеклись между собой и вот нашли отражение в получившейся схеме рекреационного каркаса города Воронежа. На чем строится этот каркас? Он строится на три единстве планировочных звеньев городской среды. Это городостроительные узлы, планировочные оси и планировочные поверхности. Вот хотелось бы поподробнее рассказать, что есть что. Городостроительные узлы — это термин, который впервые ввел в обиход в широком смысле этого слова Кевин Линч. Он назвал их пересадочными хабами. То есть, это такой термин не русских городостроителей, а мировой термин. Это своего рода пересадочные узлы или запускные инфраструктуры. В данной схеме отображено полностью строение пересадочных узлов города Воронежа и, в частности, выделение рекреационных градостроительных узлов. Что значит рекреационный градостроительный узел? Это тот узел, в структуре которого преобладают объекты инфраструктуры природно-экологической или рекреационной направленности. Вторым, как я уже говорила, важным звеном любого планировочного каркаса, населенного пункта являются поверхности. Поверхности — это жилые массивы. Помимо жилых массивов, это могут быть производственные массивы территории. В общем-то, крупногабаритные территории одного функционального предназначения. В том числе и природно-экологические массивы, территории лесхозов, лесов и т.д. и т.п. И последнее — это связи между двумя обозначенными планировочными звеньями городской среды, а ниже оси — это наши транспортные связи. Но не обязательно транспортные, они могут быть и пешеходные, они могут быть и велосвязи, и любые коммуникационные связи. Это вот я рассказала про основу основ любого градостроительного каркаса. Важным еще аспектом является, что проработанный каркас зиждется на постулате поэтапного освоения территории. Почему это так важно? Потому что всегда власти говорят, что мы такой градостроительный проект не можем охватить сразу. Почему? Потому что любые градостроительные проекты имеют, как правило, долгосрочное время освоения. Это 25 лет, 20 лет, и т.п. Ориентация как бы на одно поколение плюс несколько еще лет. В данном случае мы с Ольгой делали упор на то, что рекреационный каркас будет воплощаться в жизнь в несколько этапов. И основа этих этапов была — это освоение территории от центра к периферии. Мы тоже часто применяемые прием. В общем, учли в каркасе. И далее — это как раз такое локальное решение проблемы реквыториального пространства или убережного района, как пример, как можно прийти от градостроительного каркаса к локальному вопросу. Хотелось бы еще раз повторить, что системный подход, который использован при проработке данной концепции, он предусматривает как разработку реквыционного каркаса от агломерации, отдельных муниципальных районов города, планировочных районов города и отдельных его звеньев. Вот пример — это как раз набережная Левобережного района. Что легло в основу? Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что набережная прикрепляется к пересадочному узлу, который находится на пересечении Ленинского проспекта и в Агрессовского моста. То есть мы начинаем рассматривать территорию именно с этого планировочного звена городской среды. И далее смотрим на концептуальное предложение по благоустройству набережной. Сразу бы хотелось бы говорить, что поскольку мы рассматриваем исключительно концепцию, любые изменения этой концепции могут претерпевать изменения, могут быть, естественно, так или иначе трансформированы в угоду суммы финансирования или каких-либо конкретных проектных задач. Но так вот, если все-таки мы смотрим на эту концепцию, то, безусловно, основа, основа – это организация пешеходных связей и велотроп и организация береговой линии, которая сейчас находится в запущении. За счет чего происходит организация благоустройства береговой линии? За счет организации причалов, за счет организации смотровых площадок и за счет размещения временных объектов инфраструктуры. Почему временных объектов инфраструктуры? Потому что, как мы предлагаем с Ольгой, что береговая линия, ну, в принципе, как городская среда, это предмет динамичный, меняющийся во времени. Так вот, чтобы не заполонять береговую линию какими-либо постоянными объектами, в проекте размещены многофункциональные павильоны из легкодемонтируемых конструкций. В любой момент их можно демонтировать, убрать и заменить чем-то другим. Также среда насыщается малыми формами архитектуры, что закономерно, весьма логично, клумбы, скульптурные композиции, скамейки, посадочные места, чередующиеся между собой. Ну, и одна из основ, это то, что все зеленые наслаждения, которые существуют на данный момент, они были учтены в проекте и по своим зонам, да, по своим территориям, они не тронуты. То есть все зеленые наслаждения крупногабаритные сохраняются. Далее, это наслаждение территории парковочными местами и прикрепленными к ним пунктами велообменников через каждый километр. Ну, предполагается, да, что на пересечении магистралей внутриквартальных транспортных связей, мы попадаем как на парковочное место и тут же меняем машину на велосипед и продолжаем уже движение на велосипеде. Можно следующий слайд? И завершающим этапом работы являлась как раз проработка с драгостроительным узлом. Собственно, те же постулаты, что все зеленые наслаждения, все парковые системы, которые существуют, остаются нетронутыми. Реконструкция и реновация территории осуществляется только за счет дополнения сложившейся драгостроительной среды. То есть никаких суперутопичных идей, да, никаких украшений того, что есть. Только дополнение сложившейся среды. Так вот, смотрим на то, что произведен анализ территории. Во-первых, выделены фрагменты, те, которые уже используются, да, то есть мы их не задействуем в своем проекте. Мы прокладываем велодороги, прокладываем пешеходные связи, прокладываем смотровые площадки. В данный кусок рассматриваем, попадают причалы и смотровые площадки с посадочными местами. Также, как я уже говорила, временные объекты инфраструктуры. Укрупнена и показаны парковочные места и делообменник. Ну и, собственно говоря, существующие объекты инфраструктуры – это ДК им. Кирова и торговый центр. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Присаживайтесь.